Всем приветик! Давно не виделись. Вы меня не потеряли? Я вас чуть не потеряла. Какое-то наваждение. В жизни всякое бывает. Но я никогда не думала, что что-то в этом роде случится со мной. Кто верит в сны, как они говорятся, в вещи сны? Кто верит в звезды, тому может легче. Я не сильно верю в звезды, потому что я их не понимаю, как баран в звездах. Во сны, когда-то в детстве слышала, что вот когда-то какие-то сны толковали дедушки, бабушки, мама. Вот так я по чуть-чуть как-то откуда-то взяла оттуда, что если что-то вот в каком-то роде снится хорошо, в каком-то другом роде, значит плохо. И вот снится мне сон, что мы где-то с Машей стоим на дороге. Машина рядом, вот эта моя. Большой дом стоит. Мы как бы почему-то рассматриваем дом с ней. И вдруг слышим грохот, как будто вот так подрагивание земли под ногами. И нарастающий шум. Мы с Машей переглянулись. Сразу начался вот какой-то вот такой как бы холодок в душе. Что это такое? И потом видим вот так вокруг этого дома. А мы стоим напротив этого дома. Больше домов не видно. И вот так этот дом начинают огибать сели. Сели. Кто знает, когда идут большие дожди, с гор спускаются сели. Вот такая вода с грязью, с камнями, с деревьями, обломками. Вот это все выходит оттуда, от дома. Сюда все валит вперед. А мы стоим за домом, как бы за защитой. К нам оно не доходит. Но земля дрожит и страшный вой. И я говорю, Маша, пока еще ничего такого страшного нет. Мы можем переехать вот эту. Садимся, поехали. А Маша говорит, мама, не переживай. Мы за этим домом, как за каменной стеной. Они сюда к нам не дойдет. И я потом уже просыпаюсь от этого страха, что Маша говорит, что никуда не надо идти. И это все тут нарастает. Вот такое вот буря, вот это гром и землетрясение. Я просыпаюсь в таком себя в холодном поту. С вот таким сердцебиением, с холодком в душе. И думаю, тю, чего бы это вдруг мне наснилось. Какие-то вот такие вот ерунда, страхи. И выхожу я на работу. И что вы думаете? Ну я вот только потом догадалась, что вот этот сон мне снился, как будто что-то предвещало. Что-то. Но нехорошее это сто процентов. Я в этот день теряю телефон. Теряю в каком смысле? Не стало работать все. И я осталась. Но не работает что-то он. Не включается. И у меня как будто что-то в руке уже не хватает. Все, телефон уже как будто продолжение руки. Я туда, он не работает. Все, мне уже от этого. Думаю, ну что же делать, как это быть? Я на работе с детьми, нужно кататься. И я без телефона. И вдруг кто-то позвонит. И вдруг кто-то нужно куда-то бежать. И Маша на работе, и не позвонить. Куда идти, чтобы позвонить вот в данный момент? Куда? Телефон их уже, автоматов нету, ничего нету. И я остаюсь вот так вот до вечера. Потом вспомнила, что мне могут позвонить на этот домашний телефон, где я работаю. Но сначала же все равно меня все люди ищут на селфо. В какой-то момент, конечно, туда мне шли звонки, потому что уже потом спрашивали, где ты была, где пропала. Я тебе звонила. Я говорю, все, только на домашний звоните, потому что я без телефона. И пока Маша пришла с работы, пока она посмотрела, говорит, мама, я с этим ничего, это нужно идти. Хорошо, что у нас телефон еще на гарантии. Вот только год, как мы его взяли, что-то с ним случилось. Замкнуло. Не знаю, я не сильно знаток. И она говорит, мама, окей, пойдем. Только мне нужно с работы как-то. То она работает, то я работаю и не могу пойти, когда она свободна. Короче, на пару дней я выпала, выпала из телефона. Но на следующий день приключения продолжаются. Я от этой вот, наверное, какой-то такой нервной стряски, что я без телефона, что я уже неоперабельно, неоперабельно, не мобильно, ничего не могу рассказать, ничего показать, никому позвонить, ничего узнать. Ну, наверное, идет какой-то стресс, нервотрепка. Пошла в супермаркет. Забываю кошелек в супермаркете. Вот он, сон в руку. Я уже потом поняла, что он уже предвещал какие-то вот такие вот нервотрепки, суматоха, суета, какая-то нервозность. Забываю телефон в супермаркете. Я сажусь в машину с продуктами. И только по пути я вспоминаю. Не о телефоне, а кошелек. Кошелек я взяла. Я быстро по сумкам остановилась. По сумкам прошлась бац-бац по этим кулькам. Телефон, этого, кошелька нету. Я на разворот. Опять в супермаркет. Захожу, залетаю. Туда еще было в последней кассе. И какой-то парень уже идет и машет. Он не успел, наверное, еще открыть рот. Кто потерял чей кошелек. Как я хватаю у него кошелек, говорю, I'm so sorry, it's my... И думаю, вот только этого мне не хватало еще. С кошельком проблемы. Мало того, что телефон не работает, так еще кошелек. Куча карточек. Кеша, правда, не было. Кеша оставила, заплатила за продукты. Карточки. Ну, мне жалко карточек. Не то, что жалко. Их просто, чтобы как бы заблокировать. Это же нужно позвонить. А там что-то, я не знаю, 4 карточки. На которых, ну, приличные суммы денег, как для меня. Может быть, для кого-то это мелочи. Там по 4 тысячи на карточке, по 6. Но кто-то мог легко этим воспользоваться. И опять вот такая вот нервотрепка. И опять вот такая суетоха. Как будто начались какие-то вот такие вот паника такая. Паника. Боже, у меня давно такого не было. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Стресс я получила конкретный. И наконец-то мы с Машей выбрались вчера, в субботу. Съездили мы с этим телефоном. Сделали нам этот телефон. Слава Богу, все прошло без крови, без шума, без пыли. Потому что он был на гарантии еще. Мы заплатили страховку на год. И вот так я выкрутилась из всего этого. И уже с таким каким-то страхом, наваждением. И уже опять не знала, как войти в эту всю колью. Что он у меня опять уже есть. Что можно продолжать. Что я уже могу позвонить и могут позвонить мне. Вот такое вот бывает в жизни. А я еду к Маше на работу. Буду ее сейчас забирать. И у нас осталась еще неделька до поездки. Будем готовиться. Ох, люблю это дело. Что-то собираю, что-то откладываю, что-то опять добавляю. Подумала, а вот это еще надо. Мы же едем на неделю. Нужно кучу всего. Надеюсь, что у нас все пройдет там гладко. Погодка нас и климат Флориды нас не расстроит. Я вообще-то была там один раз, и я в курсе. Больше переживает Маша со Степой. Но живут же как-то там люди. Они не любят жиру у меня, вот эти мои двое. Но ничего, думаю, переживут. Хуже не будет. У нас вот здесь уже осенью пахнет. Каждый день все больше и больше. Уже и листья валяются желтые. Ну, потихонечку подкрадывается. Ничего не поделаешь. Ну, пошли в магазины. Посмотрим, что там новенького. И какая здесь красота. Осень наступает. И тут уже у нас в магазинах наших все вот эти декорейшн для осенних ярдов. Вот такие красивые веночки с памкинов на дверь, на ярд. Вот такая красота. 15 долларов. Двойлочные. Робчаные. И подушки. И даже метла есть. Вот такая метелка. Грамстик. 25 долларов. И вот такие смотки пшеницы. Уже как до заключения заключилась жатва. Жнила по-украински. Вот такой памкинг девчоный, красивый. Груши. Обожаю. Садитесь вот это все смотреть. С этой стороны. Hello being. Ведьмочки. В ассортименте. Тоже самое. Арбузы, памкины. Ну, как пройти мимо такой красоты. Хожу и любуюсь. Маша пошла на работу. А я осталась здесь. Посмотреть, что это такое. Что здесь новенького. Что здесь новенького. Сапожки. Часы с черепами интересные. Парочка молодожубов на мотоцикле. Цвета вообще шикарные. Оранжево-белые, красные. Кто умеет красиво декорировать, ох, можно сделать красоту. Полно всего. Полно всего. Всего. Красивых расцветов. Красивых сетей. Новый фигурации. Вот это наверно уже fin's game day. Этот индюк 20 долларов. Вот такие поменьше индючки есть. Сделаны из дерева. это кто белочка тут на гитаре играет и вязаные даже памятник и мышка вот и шляпа такая вот интересная мышка 13 долларов короче ну и раз я в этом районе забежала вот в этот магазинчик часто мы здесь бываем здесь очень сейчас хорошие большие их ють плен взяла себе вот такую вот футболку с вот таким он принтом как раз для отдыха и взяла себе давно смотрела думала брать не брать брать не брать ценам не не подходили такая вот джинсовая куртка стоила 35 долларов сейчас все пошло на клиренс вот она стоила даже не 35 а 43 доллара сегодня взяла ее за 20 полно джинсы джинса вошла в моду или она уже выходит из моды не знаю но себе взяла я как бы не имела джинсовой куртки мне кажется еще только теперь заимела честно вам говорю надо не надо а вдруг пригодится за 20 долларов кушать не просит правда ну и все возвращаясь домой маша взяла там себе что-то по мелочевке показывать не буду личные вещи и будем потихонечку собираться складываем чемоданы я так складываю чемоданы потом опять роюсь одно выбрасываю что-то добавляю что-то отнимаю так люблю я так собираться долго пошла я домой готовится завтра опять рабочий день все вам всем хорошего пока хорошего дня настроения хорошей рабочей недели бай-бай